привет вас представитель белого дома заявил что сша готовит черной пакет финансовой помощи украине в размере 60 миллиардов долларов но может быть еще увеличена как бы это минимально минимальная сумма на 2024 год внушу небольшую ясность смотрите сша так примет у них вот считается но с точки зрения бюджета денег с 1 сентября не сперва так у них заведено по этой причине когда игре 24 то надо понимать что это из 1 сентября 23 по 1 сентября 24 правильно поняли а сейчас сейчас мы получаем финансовую помощь которая по 1 сентября 23 получаем 22 так есть потому что так у них заведено так у них принято что это такое ну понятное дело законопроект за который должны проголосовать палаты представителей сенат ну и после этого понятно президент подписывает и дальше выделяется исходя из общего расклада большая вероятность что проголосует за и за да я знаю что палате представителей республикации но что вы немножко правильно поняли у трампа палате представителей возглавляет сенатор глава сенатского большинства ну республиканского большинства так он уже заявил что мы голосуем за то есть большая часть республиканцев там даже не исключено трамписты проголосуют за не бывает к ситуации не покорить в этом нет мы там за ну то по этой причине так действительно большая вероятность что проголосуют а в сенате больше демократов ну и там скорее всего будет тоже так также 60 миллиардов это минимум там скорее всего ну если помните прошлом году 40 просили а конечно это и стало 48 увеличить там бывают по ходу дороге лоша обыскать я послете ну там же часть денег идет как бы на америку ну-то очаги идет на закупку американского вооружения и тем самым это размещается военные заказы сша согласен вот тут я не спорю да действительно сегодня почему почему и республиканцы голосуют за потому что ну скажем так у республиканцев довольно тесный контакт с военно-промышленным комплексом сша и понятное дело они против своих спонсоров голосовать не будут потому что получится немножко ноцесс эти компании финансируют их избирательную компанию да дают деньги а заказы военные деньги вы же не там голосуете мы же вам не за то платим вообще поймите во всех странах мира главное то олигархи да они по-разному упакованы по-разному выступает но все тоже самое и по причине да действительно вот эти 60 миллиардов которые выделяют там длинная долей практически не выходит за пределы сша сша а идет сша не спорю абсолютно вот тут даже не спорю есть к ситуации ну чтобы принять и даже вот эти тракеты хабрис это все же производится сша все что финансируется да сказать экономика сша растет но в принципе не дам спорить не растет потому что получается даже выгодно произвели все замечательно тут конечно возникает другой вопрос смотрите они как бы планирует на 2024 год обращаю ваше внимание что выборы будут аж в ноябре 2024 собственность также выборочи там довольно далеко а это из сентябрь сентября вы помните чем их нет как сказать фишка и сразу конечно возникает вопрос так что война 2024 году тоже будет посмотрите они рассматривают разговаривали на сегодняшний момент они вообще рассматривает как бы выделение финансовой помощи в эту помощь там есть гуманитарная часть ну то есть когда отдают деньги и эти деньги направляется на финансирование дефицита государственного бюджета украины да такое тоже есть а часть денег ну большая часть на действительно производство поставки рожь но здесь как трактуют белым домом нет понятно не говорят что вот выделяя вам деньги мы хотим что война продолжалась не они трактуют это немножко по-другому не объясняет так что ну война продолжается мы желаем победы в украине и желаем как можно быстрее победы однозначно но не исходя с точки зрения и заявляет что в любом случае украинской армии надо перевооружение тарас новое оружие это два и чтобы даже выгнавший российских купантов с территории украины украинская армия могла защитить украину от новой войны по этой причине 65 то есть они трактуют так что дальше война закончится мы будем поставлять вооружение будем поставлять ракеты так дальше чтобы в будущем россия даже не задумал не подумал напасть на вот такой план существует с сша и который ну скорее всего будут реализовывать ну понятное дело что в россии сейчас начнут кричать что-то плохо ужасно что вы хотите с этой россии будут оскорблять кричать что там это со мной но все идет к тому что действительно украинская армия благодаря поставок ну и сша за одной страны на так она действительно будет одной самой сильной в мире серьезно но будет сша рядышком утром вместе украины все и это действительно будет самым таки сдерживающим фактором вот куда она когда говорила говорит что наш листы говорит цель стоит не только выгнать сделать так чтобы в будущем будущем россия никогда не могла да понятно будданов не заявлял что мы собираемся наступать на москву это я могу сказать я не представитель власти не только наставать захватил ара дальше то действительно предполагается как что задача украинской армии вызвать оккупантов задача украинской армии расхранить российскую армию и тот же самый момент сделать такой сильный украинскую армию чтобы диктовать условия россии лично абсолютно и для этого нужны 60 миллиардов так что можете возмущаться можете не возмущаться но украина валюту от сша получает даже не снесется вооружение и деньги потому что здесь в этой сумме ну как и вот сейчас дают получается больше вооружения а часть идет действительно для финансирования дефицита там некоторые кричали что у нас вот дефицит 58 процентов мнение 58 не финансируется всего-навсего на 26 процентов да действительно мы получили 16 целых 400 миллиардов долларов но это только сша это все это как раз наших математики получать ну целом все идет нормально деньги дают война продолжается российские оккупанты разбегаются и ждем поражение россии уничтожение чертовой путинской россии создание на разломах территории россии новой демократической силы но с хорошим деньгами все благодарю за внимание все лучше и до свидания да сразу эти деньги украсть нельзя я знаю что вы так сразу не контроль довольно очень оригинальный и украсть за что есть